Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» художник Андрей Кузькин. Он показывал свой новый проект «Время войны» в Женевской галерее Art Now Projects. Выставка закончилась 22 июля, но сам перформанс будет продолжаться до конца войны. Андрей Кузькин вошел в историю российского искусства, шагая по кругу в жидком бетоне. Перформанс назывался «По кругу» 2008 год. Художник пять часов ходил в бассейне, заполненном постепенно застывающей бетонной массой. Свои размышления о человеческой судьбе, времени и безвременье, страдании и его преодолении он воплощает в форме радикальных, подчас шокирующих акций. Кузькин не щадит себя ради искусства. Он способен вырезать скальпелем у себя на груди вопрос «Что это?» или заварить все свои земные пожитки, включая одежду и паспорт в стальные коробки на 29 лет. Второе важное направление его работы – скульптура. Кузькин лепит человеческие фигуры из хлеба, смешивая его с солью – метод, издавна популярный в российских тюрьмах. Делая проект «Люди» для музейной биеннале в Красноярске, он привлекся автора заключенных местной тюрьмы. 43-летний Кузькин дважды получал государственную премию в области современного искусства «Инновация», трижды независимую профессиональную премию «Соратник» и дважды частную премию «Кандинского». На пике карьеры он неожиданно потерял интерес к публичным перформансам и переключился на тайные акции в лесу, на которые приглашал только близких друзей. 27 февраля 2022 года Андрей Кузькин вышел на Пушкинскую площадь в куртке с надписью «Нет войне», выклеенной на спине красным скотчем. Его сразу задержали. Потом полицейские приходили к нему домой и по адресу прописки, но он не открыл дверь. Выставки, которые были запланированы, в том числе большая выставка в Третьяковской галерее, отменились. Осенью 2022 года, после того, как была объявлена мобилизация, Андрей Кузькин уехал из России и вскоре после этого начал перформанс, конца которому пока не видно. На больших листах бумаги он снова и снова пишет убористым почерком фразу «Я хочу, чтобы кончилась война» и собирается делать это каждый день, пока война не закончится. Екатерина Вагнер поговорила с художником об этом перформансе, о цензуре и самоцензуре и о том, зачем нужно искусство в военное время. Это, в принципе, в моих практиках, работать на повторинг и делать такие темпоральные вещи долгие. Этот проект, он действительно выставлялся уже в нескольких местах. Во-первых, в Париже, в маленькой галерее. Потом я ездил с ним же в Гагу. Как раз был год с начала войны. Потом я ездил в резиденцию в город Бурно. На две недели там тоже показывал эти листы. Кроме этого, я показываю и скульптуры хлебные, которыми продолжаю заниматься. Не так давно я сделал такую серию, которая тоже work in progress, которая называется «Кубики». Это кубы, сформированные из человеческих фигур, как вот солдаты ходят каре квадратиками. И такие вот кубики. И такого же абсолютно размера кубики сделаны из земли. Этот перформанс, что ты пишешь на листах, это каждый день более-менее. Там указано даже, что он будет длиться до тех пор, пока не закончится война. Все верно, да, именно так. Сразу возникает вопрос. А если война не закончится? Например, мирный договор с Японией, как мы знаем, до сих пор не подписан. И в любом случае, если эта война закончится, то будет происходить война где-то еще в какой-то части мира, где люди все время воеют. Значит ли это, что твой перформанс, как перформанс многих художников, который работает с темой времени, он будет бесконечен? Я говорю именно про эту конкретную войну, потому что она меня коснулась непосредственно. И одно дело, когда ты наблюдаешь за чем-то в новостях, что от тебя далеко. Другое дело, это когда это касается непосредственно тебя. Соответственно, когда прекратятся в той или иной виде боевые действия, тогда, ну, я думаю, что мы все так или иначе это поймем. Это может длиться при этом. Никто не знает, сколько это будет длиться. Это может длиться год еще, это может длиться пять лет, десять лет, я не знаю. Если я для себя буду понимать, что это продолжается, значит, я буду продолжать с той или иной степенью вовлеченности продолжать это сделать. Ты говорил, что этот перформанс, он связан с твоим внутренним ощущением, что ты не можешь остановить войну. Действительно, это ощущение беспомощности, оно же очень распространено и типично. Что вообще с ним можно сделать, кроме того, как просто его зафиксировать? Каждый спасает свой мозг по-своему. Вот я придумал такую форму. При том, что миллионы, если не миллиарды людей желают одного и того, поделаться этим никто ничего не может. Потому что, ну, как бы, я не готов быть героем, да, ну, в смысле идти на войну с той страны, с которой мы все понимаем, кто здесь справа, кто виноват. Люди занимаются всякой разнообразной поддержкой. Я тоже участвовал в ряде коммунитарных акций, аукционов в поддержку беженцев и так далее, еще находясь в Москве. И продолжаю в той или иной степени в этом участвовать. Кстати, если говорить про этот проект, есть предложение для коллекционеров музеев покупать, как бы, весь проект целиком. То есть мы определяем цену за один лист, и дальше сколько это будет длиться, столько, соответственно, и будет выплачиваться человек. Но эти деньги, по крайней мере, 50% будет идти на поддержку людей, пострадавших от войны. Не на оружие, потому что, как бы, у меня все-таки пацифистские позиции, но на поддержку, на гуманитарную поддержку беженцам и так далее. То есть такое предложение есть, оно сейчас озвучено в галерее. Пока никто из коллекционеров не готов на это, но, может быть, в будущем это случится. Потому что для меня важно, чтобы эта работа, она бы воспринималась целиком. Сейчас 100 листов, все стены, галерейка небольшая, все стены обклеены, собственно, этими листами, включая витрину. Можно выставлять по-разному, можно выставлять в одну линию, потому что это, как бы, линия жизни, это уже то, что для меня, вот этот образ, как бы, бесконечной линии, которую ты чертишь, которая конечна, потенциально конечна, она для меня тоже важна, это вот проживание день за днем и оставление какого-то следа. Сейчас основная мысль, основное желание, как я повторяю, что это вот это вот, что я хочу, чтобы война сбащилась. Ты, наверное, задумался над вопросом, который многие себе задавали, вот можно ли делать сейчас искусство в такое время, потому что после начала войны, честно говоря, любая деятельность казалась бессмысленной. У многих было такое чувство. Но ты пришел к выводу все-таки, что для тебя высказываться – это важно. Вот как ты к этому пришел? Естественно, я с тобой согласен, что весь наш смысл жизни и наши занятия искусством и те вещи, которые мы с помощью него продвигали, они все затоплены в грязь, да. И вот эта потеря главного смысла, она… У меня то же самое было, и не могу с этим никак спорить. Для меня искусство и возможность говорить – это ровноценная возможность жить. Поэтому я и уехал, и поэтому я продолжаю этим заниматься. И действительно сейчас, ну как бы я понимаю, что может быть этот проект менее сильный, чем предыдущие какие-то мои работы и так далее. Но я считаю для себя необходимо делать именно это и не показывать, не выставлять какие-то другие работы на отмеченные темы. Потому что мне кажется, что сейчас важно говорить об этом. Как писала Ханна Арин, что невозможно не думать о войне. Как бы невозможно исключить эту мысль у себя из головы. И поэтому она бьется птицей в клетке каждый день. И вот она имеет вот этот выход. И это позволяет мне быть на плаву в том числе. Если я не буду этого делать, то я сойду с ума. Поэтому здесь есть и психотерапия, естественно, арт-терапия какая-то. Но для меня всегда моё искусство – это попытка что-то сформулировать и тем самым как бы избавиться от гнетущих мыслей, гнетущих чувств и так далее. Понятно при этом, что никакое пластическое высказывание не сравнится с тем ужасом, который мы видим на фотографиях, или которые переживают те люди, которые находятся внутри этого события. То есть это как бы невозможно представить и помыслить как бы человеку, который находится снаружи. Поэтому эмоции, непонимание и ужасы, которые вызывают, собственно, происходящее событие, они настолько сильны, что любое искусство, конечно, кажется слабым. В любом случае каждый человек живёт своей жизнью и как бы спасается, спасается, чем может и делает то, что может. Я художник, поэтому я делаю то, что я делаю. Функция действительно как-то воздействует на эмоции. Она уже отходит на второй план, потому что этих эмоций даже слишком много. Новостная лента с этим справляется лучше. Но у искусства при этом актуализируются другие функции. В частности, побуждают тому, чтобы думать и рефлексировать. Да, искусство пытается формулировать какие-то вещи, которые новостная лента не формулирует. Ну то есть я пытался думать всегда широко. Собственно, например, работы кубики, где кубики из людей меняются на кубики из земли, она собрала достаточное количество позитивных отзывов на Фейсбуке, когда я запостил эти фото, потому что она формулирует, собственно, то отношение к человеку, которое сейчас у нас есть. То есть мы просто меняем тела людей на куски земли. Например, в новостях я прочитал, что в Бахмуте, если весь Бахмут разделить на квадратике по 48 сантиметров, на каждые 48 сантиметров, будет по трубку. Я просто иллюстрирую эту историю и визуализирую ее очень простым и понятным языком. И когда человек видит вот такие определенные обобщения, он понимает, что на самом деле происходит. И для государства человек сейчас — это просто ресурс. Совершенно неважно, кто ты, что у тебя в голове, какие у тебя чувства, эмоции и так далее. Ты просто некий персонаж, которым дают автоматы, который меняется с кусочком земли, на котором ты стоишь. Война — самые мерзкие качества человека выдвигает на первый план. В нашей стране происходит героизация. То есть это всегда сгореть в танке, быть героем и так далее. И сейчас портреты этих погибших на войне вешаются в школах, и школьников воспитывают в том, что это типа тоже новые святынь. Но на самом деле это ужасно. То есть в российской, видимо, психологии существует то, что война проявляет, наоборот, лучшие качества человека. Я считаю, что война проявляет самые мерзкие, худшие качества человека. Потому что когда ты находишься в ситуации, когда либо я, либо он, говорит о каком-то гуманизме, о чем он у тебя, человек превращается в животное, которое пытается выжить. Ситуация, в которую поставлены вот эти простые люди, которых туда отправили. Человек приезжает в отпуск в город, и у него начинается паническая атака, когда он находится где-то среди людей, транспорта и звуков. Потому что любой звук несет опасность. И человек на войне, у него вырабатывается со временем, если он остается жив, у него животное ощущение от звука, какой звук несет опасность, когда нужно бежать и прятаться, когда можно этого не делать, куда чего летит. Когда человек оказывается в другой звуковой среде городской, у него ощущение, что у него со всех сторон может исходить опасность от любого звука. Вот это то, что происходит в реальности с человеком, с его психологией внутри этого события. Жуть, которая творится, она творится, в общем, просто Путин сделал так, что он развязал это дело, и теперь остановить это невозможно. Потому что в этой ситуации человек превращается в животное, которое будет насиловать и убивать, ради того, чтобы выжить. И элементарная физическая сила здесь. Кто сильнее, тот и прав. При этом, если в прошлом было немножко другое у людей отношение к смерти, то есть люди были готовы умирать за какие-то идеалы. Это в каком-то смысле плохо, потому что фашизм был создан тоже, потому что люди были готовы умирать за какие-то идеи. Сейчас в основном люди не готовы умирать за идеи, потому что у них отношение к смерти стало другим. Люди хотят жить качественно и хорошо, и они не готовы жертвовать собой. Но в случае с Россией это тоже проблема, потому что никто не готов жертвовать собственной жизнью ради изменения политической ситуации, да, в том числе. В том числе и я, который уехал, а не пошел на баррикады куда-то, я не знаю, не сел в тюрьму из-за своей позиции, а сбежал. Если, конечно, сразу встает вопрос о проблеме объединения, точнее его отсутствия, что общество очень атомизировано, и каждый сам за себя. Мне кажется, что твоя практика изменилась немного в связи с войной. Например, ты давно не делала каких-то публичных перформансов, у тебя были какие-то акции в лесу, которых никто не видел. И ты вернулся вот к этому жанру именно в связи с войной. Суть в том, что, если говорить сначала, я хотел делать акцию антивоенную, вот это куб метр тридцать на метр тридцать, белый, значит, я хочу, чтобы началась война. Он должен был быть поставлен в лесу, в Подмосковье, там, где, по сути, я делаю другие акции. Но перед отъездом друзья меня отговорили это делать, потому что это грозило плохими последствиями. Вплоть до тюремного заключения. И здесь все за и против, я не стал этого делать. Я, как художник, не могу себе позволить сейчас делать что-то отвлеченное. Я говорю о том, что меня тревожит. Если меня тревожит, это в первую очередь. Какие-то экзистенциальные вещи лесные, мне их очень не хватает. Но даже я думаю, что, находясь в России, я бы не смог себе позволить делать какие-то общие экзистенциальные вещи. Я хотел делать вот эту акцию, именно посвященную тоже этой проблематике. В никаком таком русском пережаже, кусты, поле, лес, должен был стоять вот этот белый куб снатучи. Я хочу, чтобы кончилась война. Кусок сахара такой большой. И на него можно было встать и сфотографироваться, как такой большой подиум. И я хотел оставить его там лежать, чтобы любой случайный прохожий грибник мог его увидеть. Для меня это был такой символ одинокого голоса человека, голоса, который запрещен, при том, что все это чувствуют и все хотят, чтобы это закончилось. Даже люди с другой стороны баррикад, я думаю, в большинстве своем. При этом невозможно это говорить. Вот это такой феномен нынешней политической ситуации в России. Я хотел, чтобы он остался и валялся, как бы случайно упавший такой вот кусок сахара с надписью «Я хочу, чтобы кончилась война» в каком-нибудь случайном русском пейзаже. Но взвесив все «за» и «против», естественно, что я не хотел скрывать свое лицо, потому что иначе я, естественно, что я бы сделал фотографии и выложил. Но как бы 50 на 50 – это русская рулетка, что могли события развиваться весьма по-разному после таких вещей. Началась мобилизация, потому что вот как раз когда я собирался это делать. То есть мобилизация, она как бы последней каплей стала? Последней каплей уехал еще ряд моих друзей. Надо сказать, что это не первая ведь твоя посвященная этой проблематике перформанс, когда в 2014 году у тебя была акция «Инновация-2014». Правильно я помню? Да, да. Тоже как бы из ряда вон выходящие события проходила выставка «Инновация-2013», посвященная проектам 2013 года. Премия в области современного искусства. Открылась она в марте 2014 года. И я участвую в этой выставке с другой своей работой, отобранной жюри, номинированной на эту премию. Я понимал, что никаких инноваций, кроме того, что мы стали жить в государстве, которое ведет военные действия на сопредельном государстве, говорить не приходится сейчас. Поэтому я сделал эту акцию. Я купил макет автомата, военную форму, черную маску, и как бы в виде этого зеленого человечка появился на открытии выставки и ходил там. Потом эта работа была отцензурирована через попрошествие 9 лет. На одной из выставок просто этот планшет сняли. Впервые я столкнулся с цензурой довольно поздно. В декабре 2021 года была выставка, посвященная десятилетию премии Кандинского. В Нижегородском архитектуре открылась выставка, в которой были собраны все лауреаты за все годы премии Кандинского. В том числе там были выставлены две мои работы. «Право на жизнь», собственно, вот эта подборка планшетов плюс видео, и работа «Малейщики и герои». Это было пространство, что для всех планшетов там не хватало. Их всего 70, я выбрал 30, и они были отправлены туда. Но один планшет был заменен на другой. То есть вот этот планшет, посвященный акции «Инновации 2014», его не было в экспозиции. Мне об этом никто ничего не сказал. Ну и потом там же, в Нижнем, я собирался делать перформанс «Ветер», посвященный Ирине Славиной и Борису Александрову, людям, которые совершили самосожжение. И этот перформанс был тоже сорван. Нижний Новгород – это родина Славина. Я предлагал сделать этот перформанс в музее, в рамках вот этой выставки. Перформанс очень простой. Я просто стою и пять часов смотрю на монитор, где она и Александров сгорают. Все это же попало на видео. Естественно, музей отказался. Мы искали независимую площадку, получили отказы из 10, наверное, мест. В конце концов мы нашли какую-то независимую площадку. Молодые девушки, выставочный зал, библиотека на отшипе города, в торговом центре на последнем этаже. Ну, через полчаса после начала перформанса им вырубили свет и сказали, что если вы не закончите это, то вы отсюда съедете в течение трех дней. Через, соответственно, два месяца война началась, и все это уже стало понятно и уже потеряло, так сказать, остроту и актуальность, потому что появились гораздо более жуткие вещи. Речь идет, собственно говоря, о самоцензуре, и это пугает больше всего. Я бы, ну, возможно, что это и самоцензура, но нет. Но их опасения, они понятны. Я имел очень, опять же, жесткий разговор с Анной Горь тогда. И она говорила о том, что, ну, ты понимаешь, что, как бы, если меня снимут, во-первых, снимут всех сотрудников, и это превратится в музей матрёк, что это карсенал наш. Но я и говорил о том, что если вы будете поступать так, как вы поступаете, то он так или иначе превратится в музей матрёшки с вами или нет. Да, и, кстати сказать, именно в этом направлении все идет. И те же самые директора музеев, которые считались прогрессивными, но много компромиссов допускали, их все равно уволили. Я прекрасно понимаю вот этих людей, этих директоров и так далее, и желание сохранить, как-то оберегать, собственно, детище. Но это вопрос времени. И когда тебе поставят перед таким выбором, который ты уже не сможешь сделать, исходя из, собственно, морально-этических качеств? Вот где это? У каждого это граница, она своя. Будешь ли там делать что-то с буквы Z, ты будешь рисовать? А если ты не нарисуешь, значит, ты уйдешь. Будешь ли делать выставку про героев СВО или нет? Где эта грань? Нет, ну можно сидеть тихо. Я родился в 79-м году под советской властью, под конец. И я все-таки, большая моя часть жизни, она прошла плюс-минус в относительной свободе. Искусство для меня было зоной как бы абсолютной свободы. То есть возможность говорить о том, о чем я не могу говорить в обычной жизни. И поэтому я и уехал, потому что от меня лишили это возможности. Потому что в искусстве можно было то, что нельзя было в обычной бытовой жизни. А те вещи, проблемы, которые тебя волнуют, которые занимают полностью твою голову, ты не можешь в обычной жизни о них говорить. Ты можешь говорить об этом языком искусства, в зоне искусства. Для искусства было для меня всегда такой зоной свободы. Я работал в столе умышленно до 2006-го, наверное, 2007-го года. Но потом как бы искусство стало для меня именно возможностью высказываться, возможностью взаимодействовать, обращаться в публике. Вот и сейчас опять уходить в работу в стол. Я уже психологически не был готов. На Западе тоже есть точка зрения о том, что российская культура доказала свою несостоятельность. И поэтому лучше российским художникам как-то уйти в тень. Ты вообще сталкивался с такой реакцией на твои проекты? Нет, я лично не сталкивался. Я знаю, что на уровне больших институций выставки русских художников невозможно сейчас. То есть сейчас, может быть, уже, кстати, лучше, чем в начале войны. Потому что очень многие уехали и так далее. И многие художники мечтают о том, чтобы сделать полноценную выставку среза русского искусства, людей, которые уехали. Потому что уехал — это на самом деле, если говорить именно про современное искусство, про актуальное, то уехали, я думаю, на процентов 90. И сделать сейчас большую полноценную выставку русских художников, уехавших, у которых у всех примерно... Они абсолютно разные, но у них одна и та же позиция по данному вопросу. Это была хорошая идея, даже в историческом ключе. Потому что непонятно, как у кого сложится судьба. Кто-то взлетит, кто-то упадет, кто-то вернется. Но сейчас это было бы интересно. Печатать каталог, и потом через 10-50 лет это было бы очень важным событием. Это подобного рода выставка. Но такая выставка требует поддержки больших институций. Но и сейчас это довольно сложно. Я крайне благодарен куратору, который пригласил меня сюда. Она мне рассказывала про то, какое противодействие она здесь испытывала с разных сторон. И опасности, которые с этим связаны. Но галерея пошла на это. Но, в принципе, во Франции, в той галереи, в которой я выставлялся, они только за. И наоборот, есть идея совмещения украинских и русских художников в одних проектах. Потому что вы же художники, вы же все понимаете. Вы же все в одной лодке и придерживайтесь одинаково гуманистических позиций. 99%. Но для украинских художников это большой триггер и большая проблема. Делать совместные выставки с русскими. И вот эта проблема существует. И те русские художники, которых я знаю, они были бы рады сделать какие-то совместные проекты. Но для украинцев это невозможно. Я пишу в том числе на украинском. Вчера в галерею зашли четыре молодых человека. Там было три парня и девушка. Они украинцы. Они просто шли по улице, увидели знакомый язык. Их это заинтересовало. И они зашли. Я с ними долго общался. Сначала долгое время на английском. Потом они все-таки в какой-то момент перешли на русский. Они сказали, что это первый русский художник, которого мы встречаем с подобной позицией. Для нас это важно. И так далее. В общем, мы хорошо пообщались и расстались друзьями. И это был для меня очень важный момент тоже. Потому что даже на выставку, которая была в ГАГе, там не было, по-моему, украинских посетителей. И в Париже, может, была одна девушка, но она давно тоже работала с российскими художниками. Здесь были, не на открытие, пришла только парочка, которые уже 12 лет живут в Жене. Для них тоже это, может быть, довольно болезненный вопрос. Мне было важно тоже с ними разговаривать, объяснять свою позицию и все такое прочее. И высказывать поддержку. Так что какие-то контакты все-таки происходят. В начале войны как-то было стремление. Мы вместе там, и враг у нас один. И, конечно, сейчас уже такой общности, мне кажется, все меньше, к сожалению. Мне спрашивали, почему ты пишешь именно эту фразу? Потому что эта фраза, она объединяет людей с обеих сторон фронта. У меня друг ездил в Сирию, когда там были военные действия. И когда они плюс-минус закончились, то люди были безумно рады именно тому, что это закончилось, что тебе бомбы не падают на голову. Так что моя задача, в том числе моего искусства, это искать общие вещи и как-то пытаться формулировать те вещи, которые чувствуют люди. Простые. И, естественно, все хотят, чтобы это кончилось, чтобы бомбы не летели тебе на дом, не убивали твоих детей и все такое прочее. Та ужасная тоталитарная система, которая сейчас создана в России, она совершенно невозможна для меня, для жизни, как и для 99% моих друзей, близких и далеких. И мы все думаем, мы ждем, когда эта болезнь, эта чума закончится. Потому что это все это болезнь, ощущается некая болезнь. Я всегда все-таки считал в глубине души и продолжаю считать, что искусство это больше, чем просто политика. И искусство во время войны, оно, как правило, плакатно и во многом плоско, но оно все равно необходимо. То есть это политическая составляющая искусства, она важна. И этот вопрос, действительно, который я начал тебе задавать с начала войны, что мы мало делали именно такого политического искусства. И что, возможно, то, что в тренде в Европе, остросоциальные проекты, что они тоже влияют на общество и не дают ему скатиться в тот ад, который скатил из нашего общества. Но для меня всегда все равно искусство оставалось чем-то большим. Я приводил в пример, например, такого художника Джорджа Маранди, который прожил долгую жизнь и всю жизнь рисовал бутылки. Вне зависимости от того, что происходило наружу. Были другие художники, как Пикассо, который писал Герни. И при этом для меня и тот, и другой – это важный художник. Я люблю и того, и другого. Относительно искусства – это сложный вопрос. Каждый его решает для себя, и никого не осуждают. Я для себя в данной ситуации, я все-таки публичная личность, я не считаю себя вправе делать что-то совершенно отвлеченное. Все равно оно делается на фоне вот этого желания, чтобы война закончилась, на фоне вот этого происходящего ежедневного бездеца. На «Волнах свободы» Екатерина Вагнер беседовала с художником Андреем Кузькиным, который работает над проектом «Время войны». Каждый день пишет фразу «Я хочу, чтобы кончилась война». С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Аночкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин